Альманах из лиц и жизненных зарисовок наших земляков, ярославцы все красавцы на финальной стадии. Рукопись написана, проверена и отдана дизайнеру. Еще немного и работа отправится в типографию. Когда сборник можно будет прочесть, а также кто из известных горожан поделился своими историями на страницах, узнаем прямо сейчас в программе «На повестке дня». В студии Анна Лазоркина. Здравствуйте. Мой собеседник Юлия Демина, автор книги «Ярославцы. Все красавцы», руководитель федерального проекта «Книга истории. Писатель-юрист». Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Скажите, пожалуйста, такие полярные занятия, как писатель, юрист, как уживается в вас, как это все в вас существует? Да, вы знаете, юристом уже достаточно давно работаю, больше 20 лет. И я бы не сказала, что это полярное, поскольку много пишу жалобы, претензий, договоров, исков. Всегда хотела писать книги. Хотела быть журналистом. Учитывая, что я училась и на юридическом, и на политологии одновременно, то во мне прекрасно сочетается возможность совмещать два дела. И какое же дело у вас все-таки основное? На данный момент основное юридическое. Не могу отказаться, потому что столько лет занимаюсь этим делом. И поскольку психология людей – это неотъемлемая часть работы юриста, то, слушая жизненные истории разных людей, пришла мысль как-то писать. И вот сейчас занимаюсь этим хобби, которое доставляет мне удовольствие и радость окружающим. Вы автор книги «История Ярославцы. Все красавцы». Эту фразу слышали многие ярославцы и туристы благодаря творчеству художника Васи Ложкина и краеведа Яна Левина. Все-таки как родился этот проект, почему это название? Анна, вот вы назвали двух людей, и они на самом деле приняли такое серьезное участие в рождении этого проекта. Сама мысль о книге «Ярославцы. Все красавцы» родилась, когда я пришла на высовку Васи Ложкина, которая открывалась в Санкт-Петербурге в арт-музе. Волшебное слово, что я из Ярославля открыла передо мной двери. Был предпоказ картины в галерее, и меня не пускали, потому что приходите в 5 часов вечера. Я говорю, не могу в 5, у меня поезд до Ярославля. Ах, вы из Ярославля? Проходите, угощайтесь. Шампанское, икра. Вася Ложкин, фотографируйтесь и дайте, пожалуйста, интервью нашему телеканалу. Но на тот момент я еще не знала, что Вася Ложкин живет и трудится в Ярославле. Именно тогда зародилась мысль написать книгу о людях, о которых наверняка не все знают Ярославля. Думаю, если я не знаю о Васе Ложкине, то наверняка люди тоже не знают о каких-то художниках, знаменитых артистах, что они родом из Ярославля наших, в таких именитых оземляках. Немного трансформировалась эта идея в дальнейшем, но в книге не только прямо знаменитости, но и люди из разных сфер и областей жизни. По задумке в книге вы описали 76 земляков наших. Все-таки первая история, о ком? Кто первый герой? Первый герой Ян Левин. Когда возникла эта идея, я написала ему, я зачитывалась его постами на Facebook, написала и знала, откуда родилась именно эта фраза. «Ярославцы все красавцы, русы кудри 100 рублей, буйна, голова тысячна, всему молодцу и цены нет». Именно Ян ввел эту фразу в оборот, и поэтому я ему написала. Приехала в Санкт-Петербург, он на тот момент уже переехал из Ярославля. Мы с ним встретились, он поддержал эту идею, и вот его история, она открывает книгу. Я, к сожалению, не смогла записать с ним видеоинтервью, которое мы планировали, но все-таки его такое благословение, скажем, на то, чтобы этот проект был, состоялся, для меня очень знаково. Охотно ли герои вашей книги делились историями? Кого-то было трудно разговорить. Кого? Вы знаете, нет, люди любят говорить о себе. И знаете, такая есть притча, да, человеку дано два уха и один рот, для того, чтобы он меньше говорил и больше слушал. И поэтому я с огромной радостью всегда слушаю людей, которые рассказывают о своих жизненных перипетиях, как юрист. И это умение слушать, оно как-то подкупает людей, поэтому, не знаю, у меня вообще сложности не разговорить, не написать, вообще не возникало. В своей книге вы пишете о предпринимателях, журналистах, творческих людях, кому никогда не попасть на страницы вашей книги? Хороший вопрос, Ань, потому что я задумался проект как такой социальный, как социокультурный срез города. Книга не только о, как я уже сказала, выдающихся людях Ярославского региона, но и о тех людях, которые живут рядом с нами, которые состоятельны в какой-то своей сфере. Неважно, это образование, бизнес, культура, искусство, танцы, музыка, стилистика. Но принципиальный вопрос, что в книге не будет политиков и политики. То есть это исключительно культурно такой и социальный проект. На страницах вашей книги появятся и мои коллеги, можно сказать, пионеры среди телевизионщиков. Почему вы выбрали нашу команду? Вы знаете, с городским телеканалом меня уже связывают определенные отношения. Я несколько раз уже была здесь у вас в студии утреннего чая, когда еще была такая программа. И в других каких-то проектах была задействована. И очень хорошо знакома с командой проекта. И мне нравится подход ваш вообще. Люди такие интересные, живые. И личные знакомства с людьми из городского телеканала, они для меня как-то оказали такое первостепенное значение, скажем. Юлия, а раскроете нам секрет. По какому принципу вы выбираете свои герои для книги? На начальном этапе мне было предложение создать какой-то совет, который будет отбирать людей по каким-то предпочтениям. Или по каким-то достижениям. Но я подумала, что это затруднит и усложнит выход книги. Потом забирократизирует это все дело. И единственные критерии, по которым я отбираю людей, это чтобы их история находила отклик в моей душе. Потому что мне важно, пообщавшись с человеком, понять его суть, понять его мотивы. И услышать то самое важное, интересное, что он хочет рассказать миру. И какие-то его важные шаги, важные достижения лично его описать так, чтобы это было интересно другим людям. На этапе подготовки книги вы ведь услышали немало интересных историй. Какая из них затронула вашу душу? Мне понравились все истории. Когда я сейчас перечитывала вновь отредактированную рукопись, я думаю, господи, скорее бы эта книга вышла, чтобы люди могли почитать и узнать, насколько разнообразны истории жизни наших ярославцев. Мне очень близка оказалась история Богдана Балычева. Это известный арктический блогер, блогер номер один, который на велосипеде совершил кругосветное путешествие, добравшись до Северного полюса. И самое короткое в истории вообще мира рекорд установил, который зафиксирован в книге рекордов Гиннеса, как самое короткое кругосветное путешествие. Он просто на Северном полюсе по всем мирлянам проехал. А так, конечно, очень много интересных историй, как история становления нашего народного артиста Валерия Юрьевича Кириллова. Много-много разных. Я даже не хочу отдельно выделять, потому что тогда, может, кто-то другой обидится, скажет, почему меня не упомянуло. Скажите, ярославцы и все красавцы — это ведь диджитал проект. То есть кроме книги что вы еще придумали? Да, это так. Во-первых, в самой книге будет QR-код с переходом на какой-то личный ресурс каждого участника проекта. Плюс это YouTube-канал, на котором я записываю видеоинтервью в формате 76 вопросов. Короткие вопросы, короткие ответы, и потому очень интересно, любопытно смотреть и слушать. Аккаунт в Instagram и электронный формат книги и сайт. То есть все в площадке. В перспективе это будет федеральный проект, в котором будут участвовать все регионы России. Скажите, когда книга выйдет в свет, когда мы ее увидим? Вы знаете, уже рукопись готова. Вот, собственно говоря, тут более 200 страниц написана рукопись. Я отдала дизайнеру верстку, который уже делает непосредственно дизайн книги. После этого печать в типографии. Но с учетом того, что сейчас предновогодние каникулы, я думаю, что в январе книга уже будет готова. А что будет дальше? Вы будете свою книгу продвигать в других городах? Или вы планируете вторую часть, вторую книгу о ярославцах? Вы знаете, запросы уже сейчас есть на вторую книгу. Поэтому я думаю, что учитывая, что в Ярославле и в Ярославской области большое количество людей, которые могут поделиться своей историей, конечно, хочется продолжать этот проект и в нашем регионе. Сто экземпляров книги я отправлю главам регионов России, для того, чтобы они поняли, какие у нас в Ярославской области живут замечательные люди и с намерением запустить этот проект в других регионах. Юлия, спасибо за интересную беседу. С нетерпением ждем книги. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. О красавцах-ярославцах рассказала автор книги и руководитель федерального проекта «Книга истории» писатель-юрист Юлия Демина. Вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Анна Лазоркина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok